Больше ста тысяч человек прибыли в Европу через Средиземное море. Это данные только за последний месяц. Специалисты называют эту цифру рекордной. Каждый день спасательные корабли вылавливают в море сотни людей, бегущих от войны и нищеты. Проблема нелегальных мигрантов для Европы стала куда серьезнее, чем долговой кризис в Греции. Водолаз достает из воды тело ребенка. Его семья из шести человек утонула в море в попытке добраться до побережья Греции. Им оставалось не больше четырех километров. Точно так же в этом году погибли в море больше 2300 человек. Последние 49 с 15 августа. Запертым в трюме лодки трафикантов им просто не хватило воздуха. Уцелевшие на этой лодке указали на капитана судна и его помощников. Каждого, кто пытался подняться, чтобы подышать, они силой возвращали обратно. Как следствие, эти люди умерли от удушия под палубой, где, кроме прочего, выбрасывались в воздух и пары двигателя. Помещение превратилось в газовую камеру. Арестованы восемь трафикантов. Всем чуть больше 18 лет. Им предъявлено обвинение в умышленном массовом убийстве. Но бизнес этот не останавливается перед смертью. Число мигрантов, прибывающих на побережье Италии и Греции, каждый месяц превосходит все рекорды. 70 тысяч человек в июне, 107 тысяч в июле. Таких цифр прежде никогда не регистрировалось. В среднем в день и в Италии, и в Греции моряки доставляют на берег по тысяче спасенных мигрантов. В этом году осталось 135 дней. Если считать в сумме цифры из обеих стран, можно ожидать, что до конца года прибудут в Европу через море еще около 300 тысяч человек. А это значит, число нелегальных мигрантов вдвое превысит прошлогоднюю цифру. Большинство из Сирии, Афганистана, Ирака. Чаще всего они ищут убежище в Германии. Если пять лет назад крупнейшая экономика ЕС принимала 40 тысяч человек, то сегодня это 400 тысяч. Министерство внутренних дел готовит новый прогноз на текущий год. Он будет опубликован в ближайшее время. И я хочу предупредить немецкую общественность, что количество беженцев будет значительно выше, чем мы оценивали до сих пор. Общественность эта зачастую реагирует агрессивно на данное явление. В той же Германии все чаще происходят нападения на лагеря для беженцев. Канцлер Ангела Меркель признала проблему самой серьезной на сегодняшний день. Действующим вулканом называют ее итальянские политики. Как выразил Санжелина Альфана, министр внутренних дел Италии, Европа сегодня расплачивается за интервенцию против ливийского лидера Маумара Каддафи и последующее бездействие мирового сообщества. Юлия Гончарма, Семилиано Вольпе, 24КЗ, Италия.